Жилой комплекс «Олимп» в 22-м корпусе. Продажи уже стартовали. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 22 тысячи клинчан. Половина из них так и не вернулась. И наш долг сохранить память о солдатском подвиге. В музеях, школах, семьях. Александр Горячихин из тех клинчан, кто хранит эту память. И эту медалью люди, я очень много раз слышал, очень дорожили. Поскольку оттуда еще надо было вернуться. Медаль за отвагу и черно-белая фотокарточка – это все, что осталось у племянника от родного дяди рядового Горячихина. Он служил на Первом Белорусском фронте, телефонистом 212-й стрелковой дивизии. Дошел до Берлина и был представлен к награде за мужество. Во время обстрела Горячихину удалось восстановить повреждение телефонного кабеля и наладить связь со штабом. В аэронном листе написано, что он устранил четыре порыва, действовал смело и активно. Командир батальона сказал, рядовой Горячихин, слава вам. Отец Александр ушел на фронт, когда ему было всего 17 лет. Служил в запасном полку под Кёнигсбергом. Участвовал в военно-наступательной операции по освобождению крепости. Победу встретил в Германии. Еще один родственник, Кузнецов Иван Иванович, был командиром взвода 176-й отдельной разведроты. Выполнял секретные задания. Из семьи Александра Горячихина в годы Великой Отечественной на фронт забрали 8 человек. Трое из них не вернулись. Историю каждого родственника он несколько лет собирал по крупицам. У меня это гвоздем сидел с детства. Приехал в архив, долго историю рассказывать. Но я там работал месяц. И в восьмом году, и в девятом. Добрался до родных листов Горячихина, Кузнецовых. Еще в девятом году ездил. И еще после ездил. И в бессмертный полк я участвовал первый раз. Поскольку я пришел своим долгом довести до конца. Нужно знать, кто ты и что ты. В архивах Александр поднял сведения и на своего деда Горячихина Кирилла Тимоновича. Пояснилось, что он герой Первой мировой войны. Имеет звание полного георгиевского кавалера. С участием в Брусиловском прорыве награжден георгиевскими крестами всех четырех степеней. И сегодня как раз тот самый день, когда нужно вспомнить тех, кто стоял насмерть и отдал своей жизни за родину. Евгения Цветкова, Иван Першин, Наталья Красавина. Новости дня. Евгения Цветкова, Иван Першин.